И снова здравствует зритель! Задали ли мне тут мои дорогие, добрые сёстры на деньгазение такой вкусный, красивый подарок, помимо дорогой... Ну, понятно, что кожаная сумка дорого стоит, да? Помимо кожаной клёвой сумочки, я тут даже подумала, может, обозреть, что в моей сумочке, когда я с ней куда-нибудь хожу, с этой кожаной сумочкой. Короче, в этом красивом подарке, вкусном местами, в смысле, сладком, там ещё и бумажка, часть пойдёт на АСМР, он у меня постоит, я потом его раздерябью, и там ещё такая красивая коробочка, там был очень вкусный мармелад. И как выяснилось, это мармелад, вот тот, который я до этого покупала, дофига купила, когда моя тётя мне сказала, что там вот есть мармелад, и даже ролик отдельный мармеладу посвящён, вот этот тоже будет ролик посвящён мармеладу, и это уже, так назовём, мармелад номер два, скажем так. И в общем, я тогда покупала пластовой такой вот кусочками этот, и что-то он мне, если честно, не понравился. Но не была я в таком восторге, вот я потом ещё почитала на днях на их сайте, как это всё делается, то есть всё, местами поняла, что я была права, местами, ну, при желании, конечно, можно самим сделать мармелад, а тут что-то я решила, думаю, попробовала ещё этот, мне понравился такой непластовой, думаю, почему бы и нет. Хотя вот там я видела отзывы даже на рекомендую, на отзовик, в некоторых вот этих фигурных мармеладках также есть вот этот нитрит или как он там, ну, короче, та фигня от слёживания, или как-то там, какой-то там лимонная кислота вообще хрен знает зачем. Ну и вот те же самые составляющие, которые бывают в другом каком-нибудь мармеладе, который в любом каком-нибудь магазине можно купить, и при этом это не тверской вручную сделанный мармелад. И там даже сама эта компания писала кому-то, какому-то анонимусу оставившему один, только единственный негативный отзыв вообще какой-то, никакой информации не несущий, что вот да-да, вот у нас такое есть. И мне сегодня примерно то же самое сказали, что вот здесь вот типа сами соки в этом полосочке весовом-пластовом, а вот здесь вот уже выжимки из этих там ягодок, шкурочек, соков. Ну и на сайте было написано, что у них 10%, минимум не более, не менее 10% вот этой соковой составляющей. Остальное уже так, что пришлось. А я решила себе купить. Почему-то мне выдали такой пакетик. Меня ещё угостили на шпажке кусочком апельсиново-перчиковым мармеладом. Сначала идёт такая сладость, и потом апельсиновое, а потом уже такое пощипывание, а потом уже конкретный такой перец во рту остаётся. Я не рискнула бы такой себе покупать. Ни кусочками, ни конфетками, ну в смысле штуковинками. Ну и короче, мне ещё попалась у меня одна знакомая в автобусе, когда узнала куда еду, сказала, о, вот там такой дорогущий мармелад. Ну, знаете, вот не дороже того, что вот бывает там супернатуральный дорогой мармелад, какой-то там французский, бла-бла-бла, магните часто встречаются. Я как-то купила, посмотрела состав, проблевалась. Не в прямом смысле, но суть такая, что там вот куча ароматизаторов, куча красителей, зато всё создано на основе соков концентрированных. Нахрена на основе соков концентрированных создавательств, и потом вы всё это заванёвываете всякой этой бухой искусственной. Короче, я себе купила. Вообще, что-то подобное, но другое немножко. Ну, тоже баночки, похоже, и моей тёте тут задарили родичи. Мармелад с грушей. Медвежонок нарисован. Там ещё был, короче, с клёпой, с чем-то ещё и с чем-то ещё. А вот она мне говорит, ещё, говорит, есть груша. Я говорю, вот хорошо. Желейный мармелад с грушей. Состав у нас тут сахар, патока, груша, желирующий агент пектин, регулятор кислотности, лимонная кислота. Вообще, нахрена там эта лимонная кислота, скажите мне, а? Ручной работы, да? Натуральный. И желирующий агент пектин. Пектин, блин, содержится в яблоках, где он только не содержится. Ну, в смысле, во всяких фруктах много где содержится, и нафига вот этот искусственный, ну, в смысле, конечно, он не искусственный, он там как-то вытяжка, то есть всё, я такой покупала и отдавала родичам, и покупала себе, что-то даже ваяла, но берёте сахар, паток, грушу, ну, ладно, вытяжку какую-нибудь там яблочного сока, тоже самое пектин, и всё ништяк. Ну, в общем, тут вот у нас лимонная кислота. Лимонного сока добавили, вот вам и лимонная кислота. Вот я тут разнесла пух и прах. Называется, я вот недавно узнала, как, причём узнала благодаря вот тому подарку на день варенья, тут всё смотрю, на коробочке написана лесная сказка, думаю, мармеладная, точнее, сказка, и ёшка нарисованный такой. Загуглила, действительно, так и называется. Общество с ограниченной ответственностью, мармеладная сказка. Юридический адрес, Пирская область, такая-то там деревенька, видимо, там и находится, физический адрес. Дата изготовления, смотреть на упаковке. 24 февраля оно создано. Без холестерина, с пектином. Ну, люди, пектин вообще-то во фруктах находится. Вот это, ну, заманиловка, ладно. Без жира 0 грамм. Откуда жир в мармеладе, люди, ё-моё. Вес нет под 300 грамм. Три месяца срок годности. В принципе, оно ещё может пожить. Вот я его сегодня заюзаю. Ну, не всё, конечно. Такая баночка. Баночка останется. Тут он вязочкой такой, такой перевязанной вязочкой, бумажечкой так зафигачена. Ну, не стилизация, а подручную работу, короче. Я себе купила такой мармелад, как мне девчонке подарили. Натуральный мармелад. Вот этот стоит, кстати, вот это стоит 175 рублей. Вот это стоит 90 рублей. Тут 100 грамм. 25 февраля этого года создано 100 грамм. Состав сахара, патока, малина, желирующий агент пектин, регулятор кислотности, лимонная кислота, глазирователь, пчелиный воск. И оно как бы... Не, оно тут запечатано, я не покажу, но оно такое сахаром обсыпано слегка. Мармелад, желирующий формовой с малиной. Срок годности также 3 месяца. Ну, тут все точно такое же. Тут всякие медали им давали. Он вкусненький, мне понравился. Там был еще с черникой, был еще с клюквой. Я что-то подумала, почему бы не взять с малиной. И я уже понимала, на что я шла, потому что я нашла их сайт и посмотрела их состав. Так. Еще я купила развесной. Тот, который бывает у них там этих в коробочках красивеньких, в пакетиках. Тут у нас розочки. И эти, как мне сказала продавщица, вот как раз вот вместо ароматизатора и красителя, из натуральной ароматизатора и красителя, именно вот эти выжимки из шкурок там и из прочей трепухи. Где у меня тут другой чекса? Так. Весовой. Тут у нас 392 грамма, 250 рублей за этот сам. Ну, короче, 250 рублей за 100 грамм, что ли, или как-то так. На 98 рублей он у меня вышел, этот мармелад. 98 рублей. Ассорти весовой с каском. Он без песочка. Без обсыпки песочком, как мне сказали. Пахнет, кстати, ну как вот, вкусненько пахнет, чем конкретно, не поймешь. Бывают такие, продают... Вообще, я просто читала давно, еще до того, как стала эти видеоблоги делать, еще до того, как зарегистрировалась на Ютубе, что если мармелад не обсыпан песком, то он делал... Там дофига всякой искусственной требуйки. А если он обсыпан песком, то это правильный, нормальный, натуральный мармелад. Ну, смотри, реально натуральный мармелад, потому что песок вытягивает лишнюю жидкость из мармелада, что вот позволяет этому мармеладу чутка подсохнуть и стать именно таким, какой он должен быть. Ну, и тут у нас один мармелад с вишней и один мармелад с черникой. Вот эти две полосочки. 34 рубля 100 грамм. Сейчас скажу, почем кайф на рынке, в смысле, сколько вышло. На 103... В общем, вышло это у меня на 406 грамм. Где-то по 200 грамм. Каждая плиточка, скажем так. И на 138 рублей 4 копейки. Вот все это вышло у меня на 501 рублей 4 копейки. Платила я так картой. Очень удобно. В общем, вот такой у меня обзор мармелада. Пойду я разогрею себе тушеную картошечку, согрею чаечку, заварю чайчика и задерябью чего-нибудь с чайчиком. И, кстати, я уже обновила вчерашнюю чашечку. Утро дни. Дважды пила в ней кофе. Сначала лайт бусида, потом кода бусида. Я уже поняла, что лучше где-то вот, как раньше я вот пол чайной ложки использовала кофе. Вот пол чайной ложки все-таки более так вот. Может, оно все-таки как-то меня ободрить стало. Одно время вообще не холодно, не жарко от кофе было. А тут вот пол чайной ложки на дольше хватает и как-то... Ну... Такой же хороший, насыщенный вкус идет, но как-то не настолько, как термоядерно. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем вкусного мармелада без всякой лимонной кислоты и реально натурального. Всем пока!